Вот, допустим, учитель возьмем, у которой вообще нет опыта продажи ни коучинга, ни личной сессии, она всю жизнь работала в найме, в школе преподавала литературу. И после буквально месяца взаимодействия, это было всего 4 сессии в формате месяца, какая эволюция личности случилась. То есть мы сделали на первой сессии экспресс-распаковку. Это не глубинная распаковка, которую я делала в индивидуальном наставничестве, 3 месяца я распаковывала. Здесь за одну сессию я переупаковала, то есть упаковала ее продукт, премиальный, коучинговый. Во время сессии выяснилось, что она помимо того, что учитель литературы, окажется мама 13 детей. Ну как это можно не упаковать? Соответственно, я прописала ее программу «Искусство материнства». На третьей сессии мы создали воронку в виде мастер-класса, где она, собственно, приглашала матерей, у которых проблемы с детьми и в воспитании их. И на четвертой сессии, когда она провела вот этот мастер-класс, к ней пришло 8 человек, и на четвертой сессии дала скрипт-продаж, как продавать персональные диагностические консультации. И, собственно, она закрыла на свою программу. У нее программу мы упаковали за 300 тысяч. Она продала, соответственно, месяц формата, 2 и 3. Вот такой у нас результат случился за месяц. И какой у нее, назовем, какая для нее ценность? Она говорит, вот я всю жизнь преподавала, да, я не видела в себе ценности, я не знала, как можно продавать коучинг комплексно, я не знала, как упаковать комплексно и как продать себе дорого. И я хочу заметить, что это учитель, который проживает в сельской местности, у которой очень слабый интернет. Я вообще не представляла, как она может стать наставником. Сегодня даже технического обеспечения нет на должном уровне. Но, как ни странно, это случилось. Соответственно, вот то, что я могу сделать качественное, в сжатые сроки и эффективно. То есть вот есть такой аватар, допустим, там работы взаимодействия месяц. У меня есть аватары, которые приходили ко мне на 5 тысяч. Вот давайте я их подсвечу 5 тысяч. То есть мы работали 4 месяца индивидуально. Что здесь было. А это было не индивидуально, это была мини-группа 4 человека. Ко мне пришли педагоги, это иммигранты, которые тоже им за 60. Они всю жизнь преподавали. Допустим, вот в частности, Хелен, учитель по вокалу. У нее своя школа, к ней приходили ученики. Она им ставила голос. И, собственно, на этом ей платили 50 евро за час урока вокала. Я говорю, Хелен, а вообще, насколько тебе устраивает? Она говорит, я очень сильно выгораю. Я вот так устала проводить 4-8 классов в день. Для меня это просто очень тяжело физически. И я говорю, а почему вы не запустите свое наставничество? Она говорит, а какой же я наставник? Ты знаешь, мы с ней 3 месяца ее распаковывала. 3 месяца. Какой у нас был результат? Мы переупаковали ее программу в наставничество. И она анонсировала наставничество, как стать звездой. То есть она своим экспертам не только помогала, скажем так, раскрыть голос и выучить основные упражнения для голосовых связок. Она прописывала репертуар, подбирала его согласно индивидуальным особенностям. Кто-то сопрано, кто-то бас, кто-то баритон. Соответственно, выстраивала сценический образ, прописывала сценарий выступлений и, по сути, запускала их сольные концерты. И, соответственно, эта программа уже стоила 5 тысяч. И у нее собралось, я скажу больше, практически все ученики, которые к ней приходили на вокал, у нее все купили эту программу. Да, там, по-моему, даже конверсия была, как ни странно, прямо все 100, если я не ошибаюсь, потому что она работает уже с такой более зрелой целевой аудиторией, в которой, по сути, у них решены бытовые вопросы, да, и им интересно именно развитие вот такое личностное, творческое, и всем им хотелось выступать. Вот, собственно, вот такое мое решение. То есть, что я могу сказать? Что, по сути, эксперту сложно продавать более дорогую бизнес-модель, если он ее не прожил, если у него нет наставника, потому что страхи очень сильно обуславливают личность. И страхи, во-первых, а во-вторых, нет видения, нет вот стратегии, да, и ментор, он быстро может это интегрировать на базе работы с мышлением, на базе бизнес-инструментов, он очень быстро приводит эксперта к результату. Поэтому наставничество и является самой дорогой бизнес-моделью, и это, во-первых, а во-вторых, работа с мышлением считается самая сложная, да, поскольку мышление перестраивается медленно. Ну, если мы сравним относительно, там, других мышечных тканей, допустим, ягодицы, бицепсы, да, это можно быстрее накачать. Соответственно, мое предложение соответствующее, то есть я могу, да, взять на себя вот обязательство, привести вас к более эффективной стратегии, да, ее с вами прожить, и помочь вам реализовать свой коучинг, либо наставничество в формате тот, который для вас является экологичным, да. Вот у меня есть разные форматы. Я вам, наверное, даже не предлагаю сейчас вот индивидуальную распаковку, идеологию, построение личного бренда. Глубинное такое погружение в личность и создание фактически мемуаров наставника, да. Возможно, для вас этот продукт, он преждевременный. Но, по крайней мере, создать ваше наставничество, допустим, ценой пять тысяч, да, либо ценой долларов, да, пять тысяч, либо ценой, допустим, там, триста тысяч, двести, сто, это для меня, ну, является, скажем так, базовым, это просто база. То есть у меня даже есть студенты, клиенты, которые там 20 с небольшим, возраст 20 с небольшим, и они являются, назовем, терапевтами, мастерами по медитации, мастерами по целительству, и продают тоже свои сессии за недорого, за пять тысяч, но мы быстро собираем их мастер-классы, потом семинары, потом все это упаковываем в коуч-программы, и уже продаем это комплексно. Вот ко мне пришла, допустим, молодая леди, ей 20 с небольшим, у нее был запрос, два запроса, как продавать себя дорого, и как выйти замуж, мы за три месяца с ней эти вопросы решили. То есть она вышла замуж, переехала в Москву и запустила свою коучинговую программу за, это было, по-моему, тысяча долларов, и мы собрали 15 человек в группу. Вот, то есть за три месяца, вот это формат за три месяца. Я вот сейчас подсветила формат одного месяца, трех, месяцев, да, четырех и пяти. Вот, соответственно, вот такой результат, то есть какая программа, какие ожидания, такой результат. То есть результат – это смена ролевой модели, смена позиционирования, да, продажа более дорогой, назовем это бизнес-модели, повышение чека и упаковка своей премиальной программы, да. Ну и уже как следствие более дорогие – это распаковка личного бренда. Вот. Но в любом случае, даже в базовом коучинге я даю экспресс-распаковку, потому что в любом случае коучинговая программа, она выстраивается на ваших достижениях и на ваших желаниях. То есть я не могу это не учитывать, и, конечно же, я делаю экспресс-распаковку, бесспорно, без этого никак. Просто я не погружаюсь в это настолько досконально и фундаментально выстраивая идеологию. Потому что сама идеология – это вообще отдельное наставничество. Я ему много лет посвятила, и меня она очень увлекла. Мне хотелось понять, как строится религия, да, и в чём разница, назовём, личного бренда и религии. Ну, по сути, да ни в чём. Тот же самый маркетинг, та же самая идеология, и то же самое божество, да, то есть духовный наставник, назовём его лидер, да, наставник учения. И там также прописываются правила, заветы, кодексы. И в Библии это сказано как заветы, а в личном бренде это, назовём, кодекса великого наставника, да, кодекс и регламентация всех сфер жизни, правила жизни, архитектура личности и так далее. То есть там такое более глубинное выстраивание личности, его всех моделей, бизнес-моделей, ролевых и социальных ролей, то есть в одной концепции, в одной системе. Вот, собственно, то, что я хотела вам рассказать, да, подсветить и поделиться, да, это самое дорогое, что у меня есть. Я продаю только себя, у меня всего один продукт, да, который вот является, соответственно, для меня огромной ценностью, огромной страстью, и я определяю это своей миссией. И это единственное, что мне интересно. То есть ещё раз подчеркну, что самое прекрасное для меня – это личность, которая вот передо мной, да. Если мы совпадаем по ценностям, а ценности мои – это личностный рост, да, то есть самосовершенствование, это свобода, не только географическая, но и финансовая в первую очередь, да, свобода самовыражения, творчества. И, соответственно, это масштабирование личности, масштабирование через расширение потенциала. Потенциал расширяется через что? Если социально мы рассмотрим через бизнес-модель, да, то есть дороже модель, больше ответственности. Это тоже личностный рост, не что иное. А если личные роли, то, соответственно, чем больше у вас этих ролей успешных, да, тем, соответственно, плотность вашей личности возрастает, и влияние этой личности на общество, потому что одно дело вы не были замужем, а другое дело у вас развод, вы были замужем и были разведены, и детей воспитали, и результаты потрясающие, то есть это все объемности, да, и это отдельно все стоит на рынке инфобизнеса дорого.